Здравствуйте, с вами русский охотничий журнал, я его главный редактор Михаил Кречмар. Я сегодня буду говорить о наболевшем, то есть о личном, а именно какими ножами я разжился за последний год, с лета 2021 по конец июня 2022. Ножей у меня в моем собрании прибавилось аж 6 штук, практически почти все они куплены на выставке Клинок. Один из ножей, который я приобрел, это вот такой вот охотничий скинер. Я вот не помню автора, такой очень оригинальный мастер, он из старой руссы, если я не ошибаюсь. Хорошая у него мастерская и мне кажется достаточно перспективным этот нож, я бы ему пожалуй потоньше сведения сделал, он на самом деле легкий, у него здесь выборка внутри рукояти, за такой нож не жалко и денег отдать. На том же клинке я купил нож от варсминского мастера Сергея, не помню я его фамилию, не помню я, к сожалению, его мастерскую, я его купил как бы гарнитур к моему Саведжу Левер Экшн. Такой вот он страшный, боевидный, пырялово, в общем. Страшное пырялово, булатное, причем, обратите внимание, булатные нынче пырялово пошли. Вот этот нож мне подарила компания Русский булат, он у них позиционируется как бы взамен море. Ну, сталь, конечно, черная углеродка, не является хорошим сочетанием с резиновыми ножнами и резиновой рукоятью, все-таки я бы сюда поставил нержавейку. Ну, ладно, в принципе, русский ответ моря я вижу уже несколько раз и все они до мор не дотягивают пока. Этот нож мне подарил Виктор Агре из компании Кизляр Экстрим, вот у них такие симпатичные ножны, такой симпатичный нож, Йети, Йети. Йети говорит, мыть надо. Я его уже обновила в этот палец, то есть нож острый, сразу говорю, нож симпатичный, острый, очень хороший нож мне подарил на последней выставке клинок Дмитрий Куликов. Если вы обратили внимание, я вот дружу с кузнецами, с которыми сугубо по фамилии Куликовы. Ну, значит, Дмитрия Куликова, очень приятного строя, острый, вроде бы как без затей, но очень практичный. Вывез я его в Магадан, хотел его там попробовать в работе, но охота у нас в Магадане не сложилась, но я надеюсь, что она еще сложится в этом году. Так что, Дима, нож твой мы обязательно попробуем. Он фултанг, у меня фултангов немного, но потихонечку они появляются. Такое кленовое сведение, все хорошо, грамотный очень нож, симпатичный, без понтов, но эффективный. А вот что с понтами? А с понтами мне на мое 60-летие подарили вот этот вот боуи от компании Династия, автор Олег Груничев, Мозаичный Дамаск, инкрустация на рукоятке, ЕНБ. Если это передавать печатно, то это называется беспокойным нет покоя. Но девиз непечатный, сразу предупреждаю. Такая вот ножня могучая, такой вот нож, прям вот как у крокодила Данди. Ой, говорит, у него нож, эй, это нож, это нож. Ну, спасибо большое, Ярослав, спасибо большое, Олег, за такое произведение искусства, тронут и польщен. Вот такой вот у меня ножевой улов был в 21-22 году. Субтитры создавал DimaTorzok